Ребята, всем привет! Вот появилась информация, которая более уже развязывает руки полицейским. Согласно новой поправке в закон, отказ от привода по требованию правоохранительных органов без уважительной причины может стать поводом для применения силы. Ну и более подробно. Генеральная прокуратура Республики Казахстан на своем портале опубликовала проект концепции к проекту закона по вопросам совершенствования уголовного пруссоциального законодательства. Документ будет находиться в режиме публичного обсуждения до 9 апреля. Далее, статья 60. Применение специальных средств и физической силы. Закон о правоохранительной службе предлагается дополнить новым пунктом. В статье сказано, что сотрудники имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы, борьбы, а также специальные средства, в том числе наручники, резиновые палки, слезоотачивые вещества, светозвуковые устройства, отвлекающие воздействие устройства для вскрытия помещений, принудительную остановку транспорта, водометы, служебных животных, бронемашины и другие специальные транспортные средства. Перечень которых определяется правительством Казахстана. Помимо существующих восьми оснований для применения силы, предлагается добавить девятый пункт. Гласит, что полицейские могут применять силу и спецсредства для исполнения постановления органов, ведущего уголовный процесс о приводе в случае отказа доставляемого лица без уважительной причины подчиниться требованиям сотрудника. Ну и свое мнение я бы хотел добавить, если уж и расширяют полномочия полицейским, тогда давайте и расширять их ответственность, но хотя бы с того, чтобы дать нам, горожанам, жителям Казахстана, их выбирать, начальников. Это один момент. Другой момент. Если полицейского уличили в применении пыток, к нему применять самые строгие условия наказания. И еще раз, распустить весь штат УВД или по крайней мере хотя бы на 80 и сделать новый набор на основании критерии профессиональности и честности, неподкупности, тогда уж и можно будет говорить об усилении, можно сказать, полномочий полицейским. А если давать существующим полицейским вот эти расширенные полномочия, то завтра, конечно, если, например, кого-то там вызвали по повестке, а он просто не смог прийти, то к нему будут применять такую силу. Он идет по улице, вдруг сзади кто-то подбегает, заламывает руки, бьют его по горбятине или еще что-то. Вот мое личное мнение, что им сейчас нельзя давать и расширять такие полномочия. Почему? Потому что у нас нет судов справедливых, у нас нет свободных средств массовой информации, у нас очень чего много нету. И им расширять, при этом ответственность у них какая, сколько вот этих случаев, когда в полицейских участках избивали, кто, когда понес наказание и ответственность. Да, были наказания, но они единичные. И в этих условиях давать им расширения такие, это, конечно, возмутительно. Я так думаю, что я, конечно, против. У кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно покомментировать по этой теме. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кому понравился ролик. Всем пока. Забыл сказать, только не надо кивать на Америку, мол, там именно так и поступают. Там другая страна, там демократия, там справедливые суды. И если вы уж ссылаетесь на Америку, тогда кто из нас наймит американский?